Доброго времени суток, дамы и господа! Несмотря на то, что обновление 10.07 является промежуточным, всё же в нём есть немножечко контента, который может напрячь голову любого варкрафтера, а именно хранилище. То самое хранилище, которое мы будем открывать каждую неделю ключиками ради того, чтобы получать самоцветы, фрагменты, разные игрушки, разных маунтов и прочие коллекционные вещицы. Ачивочки ещё, да, попутно будем делать в этом скерском хранилище. 29 дверей всего. В каждой почти двери имеется какая-либо загадка, и у многих людей имеются проблемы с решением этих загадок. В этом видосике на своём твинке, на воине, постараюсь полностью абсолютно всё пройти, все двери, показать от и до, как стоит пройти это хранилище, и постараюсь сделать это за максимально короткое время. Давайте начнём. Поставлю таймер в самом начале, и потихоньку буду вести монолог касательно дверей, их пользы и вообще, что для чего, зачем и почему. С целью попадания внутрь общаемся с первопроходцем и заходим. Гир маловат. То есть, возможно, у меня будут проблемы с убийством мобцов. Ну, какая жалость. Что ж тут поделать? Тут ничего не поделать. Мобы, к сожалению, не скалируются. Жалко. Ну, хотя бы нет большого моба. И на этом спасибо. Открываем первую дверцу. Что нас тут ждёт? Слизь. Комната. Чем примечательно? Есть мощный настой обновления, грубо говоря. Hill Potion. Имеется цепь, которой можно произвемодействовать. У меня не было этой цепи на ДК. Окей. Опустился оплетённый цепями сундук. Где-то неподалёку. Ну, я думаю, мы его найдём. Рано или поздно. Так, можно слизь потрогать. И таким образом получить немножечко фрагментов. Фрагменты нам нужны для улучшения наших самоцветов. И всё. А, ну и для покупки, конечно же, тоже самоцветов. Тут у нас Gadgetron. У него мы можем выменить монеточки, которые мы найдём в ходе прохождения всего этого хранилища. Окей. Будучи инженером, похоже, только можно сесть в этот неисправный побиватель. Воинам я не могу это сделать. Может, я что-то не добыл? Ладно. Посмотрим в будущем. Неудачное зелье чумы. Ну, наверное, раз оно неудачное, его юзать не стоит. Просто остальные сундучки вычищу. И нормально. Всё. Тут ловить больше нечего. Судя по всему, да. Камушек выпал с сундучка. Хорошо. Сфера выпала. Что тут на полках есть? Нет, ничего не блестит. Потому что у меня ещё нету венца. Венец. Венец. Он подсвечивает монетки и разные скрытые объекты, которые валяются на земле. Ну, наверное, он выше. С первым этажом в целом всё понятно. Тут особо ничего нет, кроме неудачного зелья чумы. Кроме гаджетрона, которому я потом, после фулового прохождения, сдам все монетки. Да, тут реально в целом на первом этаже ловить нечего. То есть нету каких-то кристаллов, которые меня защитят от чародейского влияния, огненного, ледяного. Нет алхимической комнатки. Окей. Это даже хорошо в какой-то степени. С этой комнатой покончено. Идём дальше. Берём зелье сразу же в первой комнате на втором этаже. И появляется экстра баттон. С помощью него можем перепрыгивать по платформам. Какой-то аквариум. Очень интересно. Тут какая-то загадка. Мы вернёмся сюда попозже. Обязательно. А нет. Стоило закинуть три рыбки, нам нужна исцеляющая вода. По-моему... Мы можем её найти. Но чуточку попозже. Но это нужна алхимическая комната. Окей. Комната со слизью довольно-таки интересная. Маленькая слизь просто юзается. Забирается лут. А вот чтобы отсюда забрать самоцветик, нужно двоечку понажимать пару раз. И если нам пишется, что самоцвет далеко, нужно продолжать нажимать двоечку. А если пишется самоцвет у тебя, то мы уже выпрыгиваем. Вот. То есть покликали двоечку, покликали единичку. И выходим отсюда. Требуется ключ подчинённой земли. Юзаем шарик. Убьём моба, и насколько я правильно помню, с него как раз-таки упадёт ключ. Да, всё верно. Камушек выпал. Хорошо. Что-то тут ещё могу получить полезного. Судя по всему, нет. Идём в next комнату. Хмельной фестиваль. А что вы тут делаете? Квест какой-то. Найдите пятнадцатую страницу рецепта. А как я её искать-то должен? А, в смысле, просто пятнадцать страниц. Мммм. То есть я сейчас по новой все комнаты должен обыскать, грубо говоря, да? Ну, я это сделаю уже в тот момент, когда получу венец. Сейчас я пробегать просто-напросто не буду. Окей, окей. Я понял. На ДК не было такого у меня. Ну, награда, типа три ключика. Неплохо. С учётом того, что ключики высылаются на любого персонажа. С учётом того, что каждую неделю желательно открывать-то хранилище. Окей. Случайная телепортация. Ух ты. Набор свитков, телепортирующих небольшое расстояние в пределах хранилища. Сейчас используем. Сейчас открою сундучок. И, конечно же, используем. Что же это такое интересное? Где я оказался? Это третий этаж, да? Хорошо. Го по третьему этажу. Вот она, исцеляющая вода. Набираем как можно больше колб. Набираем как можно больше колб. Я даже постою немножко. И подожду. Пока они отресетятся. Потому что колбы вещь важная при прохождении хранилища. Этот сундук я никак не заберу, пока я не найду кристаллик голубенький, который не защитит меня от глазика. Я подхожу, глазик меня сразу режет. Увы и ах. Идем в следующую комнату. Мне потребуется растворитель камня. Растворитель нужно найти в одной из комнат. Что-то отменю-ка я, наверное, этот свиток. По-нормальному пойду дальше. А то я рандомные какие-то комнаты открываю, запутаюсь еще потом. Не думаю, что это полезно просто-напросто. О! Эти загадки я люблю. Прекрасно. Какова моя награда? А, теперь я, похоже, могу только сундук открыть, да? До этого я, наверное, не мог. Хорошо. Барабан есть. Стукнул. И что? Еще раз стукнул. Ничего не произошло. А, вот и венец. Отлично. Теперь пол подсвечен. И могут монетки где-то быть. Теперь мы видим монетки на земле. Вот там вроде одна была в завалах. Возьмем ее после открытия этой двери. Что тут у нас? О! Защита найдена. Замечательно. Сразу две, кстати. И от тайной магии, и от огня. 11 минут висит баф. Можно бафать сколько угодно. Зашел сюда, было 42 свободных слота. Осталось 18. Очень много требуется свободного места. Очень много. У нас имеется исцеляющая вода. Теперь я могу использовать аквариум. Необычная рыба. Питомец. В награду. Хорошо. Ну, к тому же тут монетка. Не зря вернулся. А теперь довольно-таки интересный вопрос. Обыскав абсолютно все комнаты на этих двух этажах, я не заметил, чтобы в какой-то комнатке был маленький сундучок с жемчужиной. Жемчужина нужна с той целью, чтобы активировать водный лифт. Назовем его так. То есть тут имеется разрушенный объект. Где он тут? Находится-то вообще. Ну, где-то, короче, он находится. Похоже, у меня его даже и нет в принципе. То есть я должен использовать свитки телепортации, похоже, с той целью, чтобы просто-напросто попадать на уровень выше, на этаж выше. Очень интересно. Окей, хорошо, тогда так и сделаю. Сдаем квест, получаем ключи. Что-то будет еще какое-то взаимодействие? Нет, ноль взаимодействий. Никакого диалога даже в чатике, кстати. Хорошо. Где там были эти свитки? Сейчас будем свиток телепортации юзать. Очень, конечно, хаотичное получится прохождение такого хранилища. Но я нигде не увидел маленький сундучок с жемчужиной. Прибафну кристаллики заранее. Растворитель так и не был еще получен. У нас имеется защита от тайной магии. Можно зайти и пролутать сундучок. Алхимическая комнатка. Возьмем еще пустых сосудов. Как я говорил ранее, они нам не помешают. А, вот же он и растворитель камня. Точно. Возьму штучки четыре. Пригодятся. Действуют они два часа. Два часа я тут проводить точно не буду. Я справлюсь быстрее. На шкафчике ничего нет. Стоят статуи. С вотного места осталось 11 единиц. Прекрасно. В правильной последовательности нужно нажать руны. Нажму неправильно, получу урон в размере 30% максимального здоровья. Теперь нужно нарандомить 50 на 50, да? Окей. Ну, сейчас мы уже знаем правильную комбинацию. Сундучок открыт. Камушек получен. Хорошо, хорошо. Это кристаллики. Опять сюда же? Что? Оно сломалось? А как мне тогда теперь выше этажом попасть? Или оно реально три раза подряд прокнуло 1 к 29? Что происходит? Вот так-то лучше. Наверное, пора сбрасывать свиток и просто на зелье перепрыгивать с платформы на платформу. То есть, свиток юзаю с целью того, чтобы попасть на новый этаж. И попадая на этот новый этаж, просто буду юзать зелье для прыжков. Думаю, так намного будет стабильнее. Это четвертый, да, этаж. Достижение за 50 открытых дверей на аккаунте. Будет толкать на деката. Я просто поступь нажал. А как тут я решу это? А, тут просто в паузах между отталкиванием нужно открывать сундуки. Я понял. Я все прекрасно понял. Можно сосуд взять. Если повезет. А нам везет. И уходим отсюда. Можно взять комплект драконов, чтобы летать. Но что-то юзая на ДК как-то не получалось. Он то работал, то не работал. В общем, работает через раз. Довольно-таки интересная комната с тремя проекторами. А четвертый как будто не работает. Почему? Вопрос реально хороший. А, я же не могу открыть ледяной сундук. У меня нет защиты ото льда. Мне его нужно либо растопить, либо найти защиту ото льда. Окей. Монеты тут нету изабельных объектов. Нет, нужно решить загадку. Четыре в ряд синие руны. Замечательно. Не прошло и сорок лет. Загадка решена. И награда камушек. Вопрос. Что выкинуть из сумки? Очень много просто забитого пространства. 42 свободных слота и этого не хватает. Просто вдумайтесь в этом. Насколько близзы умеют, грубо говоря, поднасрать в сумке. Опять ледяной, да? Угу. Хорошо. Квестик. Что за квестик? Что нам нужно? А, и она нам еще больше даст этому в сумку. Какая же ты молодец. Просто умница. Робот стоит, что-то ждет. Не знаю, я не инженер, не могу с ним ничего сделать. Может быть, что-то кинуть в него нужно? Не знаю, не знаю. Мерзкий чан, в котором можно порыбачить. Очень интересно. Будем рыбачить. Плюс питомец. Наверное, питомец это финальный лут, который можно получить с этого чана. Не вижу смысла дальше рыбачить. Это время затратно и это требует терпения. А терпения у меня нет на эту рыбалку просто-напросто. А теперь мы можем наполнить наши пустые флаконы, сделать их огненными. И таким образом растопить лед можно. Отлично. У нас имеются две ледяных комнаты, поэтому два огненных флакона. Теперь нужно вспомнить, где находятся эти ледяные комнаты. Напротив меня. Прекрасно. Растворитель камня, который был взят с алхимической комнаты, прекрасно справляется с камнями. Используем его. Жмем двойку, пару-тройку раз. Самоцвет у тебя выйти. Наберем еще флаконов на будущее. Закидываем огненную банку. Так, и я в поисках ледяной комнаты. Ледяная комната у меня, похоже, была наверху где-то. И где-то мне нужно еще использовать растворитель камня. Надо вспомнить, где. Думаю, пора вновь использовать свитки, чтобы попасть на третий, на четвертый этаж. По-моему, там нужно было растворить весь этот камень. Смотрим, изучаем, исследуем, анализируем. Это третий этаж, да? Хорошо. Мне нужно на четвертый. Это опять то же самое место. Да что ж такое-то? Это второй этаж. Так, это четвертый. Хорошо. Земляное ядро, которое нужно взять по заданию. Конечно же, возьмем его. Оно занимает место в сумке. Как хорошо, что нет. Ледяная комнатка. Растопим ее. Готово. Водное ядро. Ну, то есть, можно попрыгать и поискать эти ядра. Сдать по квесту. Хорошо. Используем на санях питомца два раза. Получаем его. Это уже второй для меня. На ДК тоже была эта комнатка. И я точно помню, что где-то у меня еще были камушки. И нужно их растворить. Вот только не могу вспомнить где. Но я их найду обязательно. Могу ли я тут найти огненное ядро? Да, могу. Отлично. Можно сдать задание. Получить кучу интересных предметов. Призматический осколок. Он объединяется с объединителем. Комната ювелира не была найдена. Возможно, подобие блескотрона выдаст нам нужные предметы. А этот сундук почему не было выиском? А, потому что они на цепях висят. Я же цепи опускал постепенно и появляются сундучки. Понял, понял эту загадку. Понял. По-моему, я открыл все абсолютно. Осуществуем небольшую проверку. Побегаем. Поищем. Дополнительные сундуки и дополнительные монетки. Неплохая шутка с выбитой дверью. Окей. Пора, я думаю, очистить для начала сумку, а потом уже сдавать монетки. Продал кучу хлама и теперь 14 свободных слотов в сумке. Ну, это хотя бы не один. И то хорошо. Все камушки переложу поближе, чтобы проюзать их. И там в дальнейшем уничтожить. Колбочки у меня так и остались. Наверное, из-за того, что я телепортировался несколько раз. Поэтому мне показалось, что у меня еще где-то имеется комната с элементалями земляными. Вернее, с этими камнями, которые нужно растворить. Наверное. Модификация автотернин позволяет мгновенно сдавать квесты без ковлевого прокликивания. Замечательный аддон. Ну, и теперь все это открываем. Лутаем фрагментики. Иногда они падают, иногда нет. Как-то так. Куча всякого серого мусора, опять же, чтобы захламить наши сумки. И в целом все. Как мне кажется, я вылутал абсолютно все. Сколько у меня на это ушло времени? 40 минут. Потратить 40 минут в неделю. С целью того, чтобы поделать ачивочки, пополнить список коллекций. Я не думаю, что это много. Вылутать 29 ключей можно вполне легко. С твинков переслать их. 6 дают ключей приветственных. Можно дропать ключи с рарников. Можно за энергию стихии покупать какие-то там контейнеры. И тоже, как вариант, получать всю эту штуку, да, все эти ключи. Так что стоит подумать, конечно же. Делать это потом или не делать. Конечно, когда уже все будет сколлекционировано, это уже ни к чему. Но пока что это новый контент, это интересно, это забавно в какой-то степени. Как-то так. Теперь буду все это анализировать, думать, какие камушки улучшить, какие камушки удалить, уничтожить, какие раздробить. Надо будет реально все это почекать. Ну, сам себе спокойно смогу улучшить. Это для меня не проблема. Если нужно, то на гордуне, пожалуйста, воину моему можете спокойно кидать заказы. Выкравчу сколько нужно за сколько угодно голдишки. На этом все. Полное прохождение оформлено. Спасибо огромное за просмотр. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого. До скорого. До скорого.